Попутный ветер и волны. На Бердском заливе прошло первенство Новосибирска по парусному спорту, посвященное Дню Победы. Участники от 9 до 17 лет из Новосибирска и Бердска показали сноровку в управлении яхтой в формате «Гонка с пересадкой». С подробностями мои коллеги. В минувшие выходные яхтсмены из Бердска и Новосибирска открыли новый сезон. Погода благоволила проведению соревнований. Главное – это наличие ветра. Мы специально мониторили прогнозы метеорологов для того, чтобы выбрать более-менее оптимальный вариант по погоде, для того, чтобы нам и ребятишек не простужать. И в то же время, чтобы это было достаточно зрелищно. Сегодня ветер, вот я выходил на мыс, откуда будет даваться старт, померил 3-3,5 метра в секунду для начала сезона. Это прекрасная погода. Судно пока на берегу. Вначале их нужно подготовить к выходу на воду. Здесь два класса яхт. Луч-мини для старших участников и оптимист для ребят помладше. Это яхты класса «Оптимист». Оптимальный вариант для юных спортсменов. Моделей этих яхт было выпущено настолько много, что оптимист вошел в Книгу рекордов Гиннеса. 21 яхтсмен принял участие в соревнованиях впервые в этом сезоне. Можно увидеть как юноши, так и девушек. Ребята скрупулезно готовят свои яхты к гонке. Необходимо проверить каждый элемент. Нужно сначала все проверить, все ли пристраховано. Потому что если яхта перевернется, мачта может выпасть. Рульшвер тоже могут выпасть и утонуть. Это первый шаг. Потом нужно все настроить правильно, чтобы яхта шла быстрее. Остальное – это моральная подготовка. Анастасия Медютова из Новосибирска 14 лет. Пять из них она посвятила занятиям в детской парусной школе. На соревнованиях выступала в классе яхт «Луч-мини». Стандарт у него больше сама парусная, сам парус больше. Особенность такая, что очень быстрое, острое нос. И если ты ничего не умеешь, то ты кого-нибудь убьешь. Сложности в том, что если ты что-то забыл, то на воде может пойти что-то не так. Мало того, что, например, ты можешь потерять место в гонке, ты можешь, в принципе, попасть в какую-то аварийную ситуацию, которая будет не очень хорошая, так сказать. Самым младшим участникам 9 лет, старшим 17. Это спортсмены, которые уже успешно показали себя в прошлом сезоне. В их числе яхтсмен из Берска Диана Петренко. Говорит, главное – это вера в свои силы. Если у тебя не будет желания, если ты будешь чего-то бояться, даже непонятно чего, ничего не получится. Даже если матчасть будет в самом плохом состоянии, которое может быть, уверенность в себе спасает. После открытия соревнований и инструктажа участников спортсмены вывели яхты на воду. Первыми стартовали оптимисты. Соревнования предполагали гонку с пересадкой. После каждого круга яхтсмены пересаживались на другое судно. Тем самым на первом плане здесь оказалось мастерство спортсменов. Нужно учитывать нюансы в правилах соревнований. Одно из них – яхта, идущая по ветру, не должна мешать судну, которое движется против ветра. Ну а главная задача – это дойти до финиша быстрее всех. По итогам гонок в классе оптимист среди девушек весь пьедестал заняли берчани. Среди юношей первое место у новосибирца Александра Порценко. В классе луч мини – золото и серебро за берчанами. У Новосибирска третье место.